Всем привет! Сегодня рассчитаем минимальную дозу природы для человека, измерим уровень сахара по слюне и оценим вред никотинсодержащих продуктов в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Люди, посещающие парки в течение 30 или более минут хотя бы раз в неделю, имеют гораздо меньше шансов столкнуться с такими проблемами, как высокое кровяное давление или плохое психическое состояние, чем те, кто этого не делает. К такому выводу пришла группа австралийских и британских ученых-экологов. Именно такой, полагают исследователи, является минимальная доза природы для человека. По словам доктора Дэниэль Шенахин из университета Квинсленда, пребывание в парках на 9% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 7% уменьшает уровень стресса, беспокойства и депрессии. А в России выпускники Санкт-Петербургского университета ИТМО разработали принципиально новый способ определения уровня сахара в организме. В новых тестовых полосках вместо крови используется слюна, поэтому больным диабетом не придется прокалывать кожу несколько раз в день. В основе изобретения лежит особое вещество, содержащее биомаркеры. Вещество можно использовать в качестве чернила обычного принтера для того, чтобы распечатывать на нем тесты. Тест выглядит как узкая полоска бумаги, украшенная рисунком цветка. Центр цветка предназначен для капельки слюны, а по окрашиванию лепестков можно определить количество глюкозы в организме. И напоследок в Татарстане. В Казанском федеральном университете проведут независимую научную оценку никотиносодержащих продуктов. Научная работа будет проведена Институтом фундаментальной медицины и биологии, Всероссийским научно-исследовательским институтом табака, махорки и табачных изделий и Национальным научно-исследовательским Институтом общественного здоровья имени Симашко. Ученым предстоит сравнить объем вредных веществ, попадающих в организм человека при использовании инновационной электронной системы нагревания табака и обычных сигарет. Предполагается, что исследование завершится к ноябрю-декабрю этого года, после чего будут заслушаны итоговые отчеты о проведенной реферативной и исследовательской работе. А на этом все.